Ну что это ты несёшь? Ты в своём уме? Не знаю. Должно быть в чужом. За свою полувековую историю сказка «Алиса в стране чудес» легла в основу многочисленных мультфильмов, художественных лент и театральных постановок. И каждый раз художники придумывают новые образы для сказочных героев. Впервые книга Льюиса Кэрролла о приключениях маленькой девочки увидела свет 4 июля 1865 года. Первым иллюстратором «Алиса в стране чудес» выступил сам автор. Он создал 37 рисунков к своей рукописи, которые отправил как раз прототипу своей героини Алисе. Но так как он не был профессиональным художником, то для первого издания «Алису и обитателей страны чудес» нарисовал Джон Тенниел. Именно он изобразил героиню с белокормыми волосами. У прототипа персонажа волосы были чёрные. В музее книги и библиотеке имени Маяковского есть современные издания с его иллюстрациями. Многие художники брались визуализировать этот образ. Образы персонажей «Алисы в стране чудес». Среди них были Туви Янсен и Сальвадор Дали. Знаменитая эта книга и своими переводами, так как каждый писатель привносил в произведение что-то своё. На русском языке «Алиса в стране чудес» есть в переводе Владимира Набокова Бориса Захадера. Но академичным признают перевод Нины Демуровой. Читатели всего мира до сих пор спорят о стиле этого произведения. Что это – философская притча или сказка для детей? Но и те, и другие мечтают оказаться в стране чудес. Это невозможно. Возможно, если поверишь в это. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.